Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. Станем вегетарианцами. Такие прогнозы дают специалисты. В городе грядет мясной кризис. Запасы калининградской свинины заканчиваются. Люди вышли на митинг, но директора предприятия лишь разводят руками. Еще не пролетело, шума наделал. Калининградцы смогут увидеть в небе гигантский астероид, приближающийся к Земле. Там яблони цветут и не только. В ботаническом саду раньше времени расцвели экзотические растения. Жива благодаря односельчанам, школьной учительнице из поселка Луговское. Чудом осталась жива. Неизвестный сбил ее и скрылся с места преступления. Местные жители обнаружили женщину и оказали ей первую помощь. Поддержим Крым. Калининградцы отправились в автопробег до Севастополя. Здравствуйте. Вы смотрите службу новостей город в студии Екатерина Грившинская и главной теме дня. Отдайте наши деньги. С такими громкими лозунгами сегодня, 5 марта, работники Черняховского мясокомбината вышли на митинг. Все без исключения сотрудники предприятия требовали одного – выплатить им зарплату за декабрь. Еще в начале февраля из-за отсутствия сырья десятки мясоперерабатывающих заводов Калининграда и области приостановили свою работу. Сейчас на плаву остаются единицы, да и те сократили производство. Сколько еще калининградцев останутся без работы и грозит ли области мясной кризис, узнавала наша съемочная группа. Вот на этот народ посмотрите. Все они есть хотят. У всех маленькие дети дома, у всех кредиты. Потому что на нашу зарплату просто прожить нельзя. И просто я обращаюсь к Игорю Васильевичу, поступите с людьми порядочно. Покажите, что вы порядочный человек, а не так, что непонятно что. Молодец, Алексей. Это обращение работников завода к генеральному директору осталось без ответа. На митинг он так и не явился. Именно такое отношение руководство и заставило рабочих взяться за транспаранты. Старший мастер колбасного цеха Галина Сергеева посвятила предприятию 32 года жизни. Женщине больно и обидно до слез за его судьбу. Меня просто за человека не считают. Просто идите отсюда на улицу и все. Ну уже народ не выдержал. Половина уже очень много людей уволилась. Ну если хотите вы обманкуйтесь, ну сократите людей, как положено на законных основаниях. Предупредите людей, чтобы люди работу искали. Не так. Придите завтра, может что-то будет. А мы будем работать? Когда мы будем работать? А мы сидим все без зарплаты. Мне лично зарплату за декабрь еще не доплатили, 5 тысяч. А зарплату за ноябрь, как признаются рабочие, они получили только в январе. А февральской могут только мечтать. Чем кормить себя и свою семью? Таким вопросом сейчас озадачены около 300 черняховцев. Ребенок учится в Санкт-Петербурге. Я работаю здесь. Я одна не могу его содержать. Зарплату не даю 2 месяца. У меня ребенок второй в садике. Вот что мне делать? Чего ждать? Я не понимаю. Наши хозяева нас игнорируют полностью. Не приезжают. Они вообще не считают, что мы люди. И что надо перед нами отчитаться как-то. Они нас вообще ни за кого не ставят. Работаю уже 14-й год здесь, на этом предприятии. Ну вот такого бардака у нас не было. Мы пережили все. У нас все было. Ну что, вот такой крах уже первый раз. Впервые сотрудникам приходится и снимать работу завода на скрытую камеру. На этих кадрах рабочие зафиксировали, как с предприятия вывозят остатки сырья и технику. Куда и зачем, им так никто и не объяснил. Свои съемки они отправили для просмотра и Николаю Цуканову. Тем временем у руководства завода вопросы как раз к губернатору области. Я хочу сказать, что меня возмущает бездействие властей. Написали все уведомительные письма, вплоть до Цуканова, до министра сельского хозяйства, о том, что мы будем ожидать вот таких бунтов сотрудников, именно мясоперерабатывающей промышленности. Пока я получил только отписки. Ну, ребята, это бизнес, занимайтесь сами. Если вопрос с поставками свинины не решится в ближайшее время, по словам исполнительного директора, мясоперерабатывающая промышленность в области погибнет в принципе. То есть, закроются все предприятия, а их больше ста. Ну, то, что вы сейчас наблюдаете, это отголоски свинского кризиса во всей Российской Федерации, не только в Калининградской области. Все деньги, за которые люди отработали, будут выплачены до копейки, да с задержкой. Люди спрашивают, когда, прогнозировать когда, я сейчас не могу. Скорее всего, это будет, ну, может быть, на этой, может быть, на следующей неделе. И этим обещаниям работники в очередной раз поверили. Уже спустя полчаса после массового митинга у проходного этого завода пусто. Все сотрудники без исключения приступили к своим рабочим обязанностям. Они до сих пор верят, что таким образом смогут изменить ситуацию, и их предприятие останется на плаву. Менее утешительные прогнозы делают мясопереработчики. Предприятия продолжают закрываться одно за другим. Ну, ситуация не улучшилась. Сырья в области вообще практически нет, свинины. Предприятие, многие работают на 20%, 30% от своей мощности. Кто вот где, что вырвал, вытащил, как говорится, поработали немного. Но основная часть предприятия, и мы по людям видим, ситуация катастрофичная для отрасли. Сейчас мясопереработчики, как и власти, ждут одного решения Росельхознадзора и снятия запрета на ввоз свинины из Европы. Рабочие Черняховского комбината, в свою очередь, чтобы иметь какие-то гарантии, подали заявление в прокуратуру, а также в трудовую инспекцию. И в ближайшие дни надеются получить свои честно заработанные деньги. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей город. Сбил человека, получил 15 суток. 16 февраля, полукилометре от поселка Луговское, Зеленоградского района, была сбита молодая девушка. По словам очевидцев, преступник с места происшествия скрылся. Пострадавшая с тяжелейшими травмами, с трудом добралась до населенного пункта, где ее заметили односельчане. Благодаря им Наталья Кутаряева осталась жива. Сейчас она хочет добиться справедливости, а с тем, что виновнику происшествия назначили такое наказание, категорически не согласна. Все подробности у Дарьи Веклич. ДТП произошло 16 февраля около 8 часов вечера. Девушка шла навстречу движущемуся транспорту. До дома оставалось несколько сотен метров. Правда, момент аварии и то, как она оказалась у родителей, девушка не помнит. Зато помнит состояние, в котором попала сначала в больницу Зеленоградска, а затем и в БСМП. Так выглядела Наталья спустя несколько дней после аварии. Травма головы, рассечение щеки, сломанные зубы, разорванная печень, многочисленные ссадины и раны, поврежденные связки правой ноги и трещина левого колена. А так выглядит водитель, сбивший девушку. Мужчина уверяет, был сильно напуган и даже пытался помочь. Но необходимости в этом не было. Ехал по темноте, выскочила девушка, откуда она взялась, я так и не понял. Я ее поднял, руки, ноги целы, она говорит, дойду сама до дома. Я предлагал ее довезти, она отказалась. Все, она вот пошла, даже машин там когда-то останавливались, видели, что она пошла своим ходом сама. Также спустя пару дней после ДТП водитель продал свой «Фольксваген». Только истинную причину, по которой лобовое стекло транспорта разбито, новому владельцу не рассказал. Даже после такой аварии в состоянии шока Наталья отчаянно боролась за жизнь. А причиной ДТП девушка считает нетрезвое состояние водителя. Он ехал без фар, ну, как потом выяснилось, свидетели просто видели, ну, проезжающие, то, что он ехал без фара. У него горел передний габарит один и задний. Вот, я, возможно, его услышала, но, наверное, я подумала, автоматически не видно, что он, наверное, уедет посередине дороги, как нормальные люди. И что он меня не заденет. Вот, ну, это я сейчас так только думаю. Ну, я догадываюсь просто. Ну, как бы я тоже нормальный же человек. Я не могла не услышать машину просто. Добраться до дома девушке в этот вечер все-таки удалось. Помогли односельчане. Мать Светлана даже не подозревала о масштабах нанесенного вреда здоровью. И прежде чем звонить в скорую, пыталась самостоятельно оказать дочери помощь. Я когда к ней подошла, я говорю, Наташа, что с тобой? Она говорит, мам, не помню, не знаю, все болит. Мы зашли в дом, я обалдела. Лицо было в земле, в песке и все в крови. Я увидала вот только там, как волосы свисали, я увидала только вот тут. Вот был шрам рассечено. Вот так вот было. Вот этого я не видел, что волосами мокрыми в песке и в грязи. Это все закрывало. Я говорю, что случилось? Она говорит, не знаю, все болит. И болит у Натальи все тело до сих пор. В таком состоянии девушка в буквальном смысле прикована к больничной койке. Круглыми сутками за ней ухаживает мама. Это несмотря на то, что сама Светлана Николаева инвалид. На подмоге и молодой человек, а также друзья. В свою очередь сотрудники ГИБДД приняли все необходимые в таких случаях меры. В случае оставления места ДТП или уезда с места ДТП, в соответствии с статьей 12.27 частью 2 Кодекса административных правонарушений, к водителю применяется лишение права управления транспортным средством на срок от 12 до 18 месяцев, либо административный арест на срок до 15 суток. В данный момент водитель отбывает свой административный срок. Только с таким исходом не согласна потерпевшая Наталья. Сразу после выписки она планирует обратиться в суд. По статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушителю правил дорожного движения грозит до двух лет лишения свободы и запрет управлять транспортным средством. Дарья Ветлич, Станислав Куркин, Георгий Моторин, Служба новостей город. Другим темам. От Калининграда до Севастополя планируют доехать калининградские автолюбители. Сегодня они собрались на площади Победы, чтобы решить все организационные вопросы. На машинах им предстоит проехать 1870 километров. Цель – поддержать жителей Крыма. Туда участники пробега должны доставить флаги нашего города. Единственное условие – в этой поездке участвуют только мужчины. Автопробег стартует 8 марта. Основная его цель – поддержка жителей Севастополя и культурный обмен между городами. Пока состав пробега неопределен, но уже известно, что организационная колонна пройдет свой путь по всей Украине. Несмотря на сложную ситуацию, в этой стране цели у акций исключительно мирные. Многие пугают, кто-то звонит, говорят там беспорядки, вас начнут обстреливать и так далее. Слушайте, мы тоже крепкие ребята на всякий случай. Ну, конечно, мы не едем с кулаками. Но-но-но. В Севастополь участники отвезут с лаги Калининграда и Владивостока. Символ дальневосточного города у нас в регионе оказался после прошлогоднего пробега. Поддержал организаторов акций и Александр Ярошук. Вот эти цели и задачи по развитию города, они очень похожи. И проблемы очень похожи. Поэтому, конечно, нам хотелось общаться, друг другу помогать и советами. И я думаю, что мы извлечем из этого очень положительную динамику. Потому что они впереди все-таки по развитию туризма. По пути к калининградским автомобилистам присоединятся и участники из других городов. Маршрут пробега на сегодняшний день выглядит так. Как Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Ростов, Краснодар, Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь. Еще не пролетело над землей, а шума уже наделал. Сегодня ночью калининградцы смогут увидеть в небе гигантский астероид. Эксперты уже присвоили ему сложное имя. 2014 CX110. Расстояние, на котором он пролетит над землей, настолько мало, что разные ученые пугают человечество концом света. Калининградские светила наук дали свою оценку предстоящему явлению. Астероид появится в поле зрения почти всех землян, примерно в 4 часа ночи по калининградскому времени. Уникальность этого явления в том, что небесное тело размером с многоэтажку будет к земле ближе, чем луна. Упади астероид на землю, то мощность взрыва будет равна падению 10 челябинских метеоритов. Связи с прошлогодним нынешнее космическое тело не имеет. Астероид пройдет примерно на расстоянии в 30 раз больше, чем диаметр земли. То есть на самом деле 30 я, конечно, не нарисую, но качественно можно изобразить вот так. Вот это земля, вот это у нас луна с кратерами. Ну и где-то вот здесь, на расстоянии чуть-чуть ближе, чем луна, будет проходить самый астероид. Увидеть его невооруженным взглядом нельзя. Повезло только обладателям телескопов. Астероид не несет никакой опасности для землян. Почувствовать его последствия на себе также не получится. Однако ученые не столь оптимистичны. 2014 CX110 может потревожить нашу планету снова. В 2046 году есть шанс один примерно к 10 миллионам, что он все-таки попадет в землю. Несмотря на этот астероид, ученые готовы преподнести новую сенсацию. На пути к земле уже замечено другое небесное тело. И уже к 2038 году оно с вероятностью 1 к 63 тысячам упадет на землю и, возможно, уничтожит ее. Кто поет лучше, сантехник или проводница? В нашем городе прошли отборочные туры на чемпионат мира по караоке. Где будет финал, держится в строжайшем секрете, но уже известно, что любительском пении жители города будут соревноваться с представителями Австралии, Китая, Ирландии и других стран. Максим работает в обычном офисе менеджером. Как и все участники отборочного тура, не учился петь, но пел всегда. На днях рождения, корпоративах, дома на кухне. Хотя на конкурсе критерии судейства – самое серьезное. Артистизм, харизматичность, сложность репертуара, реакция зала. Сегодня всеми известные песни Фрэнка Синатра и Джастина Тимберлайка исполняют инженеры, экономисты, кто угодно. Но только не профессиональные певцы. Ведь таковы условия конкурса. Победитель прошлогоднего конкурса караоке тоже распевался в неформальной обстановке. Он-то знает секрет высокого фальцета. По утрам гоголь-моголь, отвар из анисовых зерен и в наушники. Души я не пою, пою за столом, за рабочим, в наушниках. А так, работаю в грузоперевозках, логистом. Обычная работа. Все участники знают, куда может вывести эта аудиодорожка. На чемпионат мира. В прошлые годы он проводился в Ирландии, Финляндии и даже Таиланде. Где на этот раз проведут конкурс? Пока секрет. А эти две недели город будет решать, кто из калининградцев поедет в Москву. Отдать свой голос можете и вы. Ознакомиться с видео участников и проголосовать можно на официальном сайте конкурса караоке. Мария Калинина, Георгий Моторин. Служба новостей. Город. Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы. Чего хотят калининградские женщины? Как выбрать подарок? Подсказка для мужчин в социологическом опросе. Там яблони цветут и не только. В ботаническом саду раньше времени расцвели экзотические растения. Когда в городе заработают эвакуаторы? И сколько будет стоить неправильная парковка? Все это и многое другое через пару минут оставайтесь с нами. В эфире служба новостей города и мы продолжаем. Чего хотят женщины? С таким вопросом Калининградская социологическая служба обратилась к жителям города в преддверии 8 марта. Кстати, ответы мужчин совпали по большей части с желаниями женщин. Первое, что приходит в голову, это, конечно же, букет цветов. Ответ стал лидером в вопросе. Первое место в топе праздничных предпочтений остается неизменным на протяжении многих лет. В этом году четыре женщины из пяти не представляют своего праздника без букета. Мужчины на радость всем солидарны. Более 70% заглянут в цветочный магазин в преддверии 8 марта. Второй пункт был выбран также единогласно. Почти каждая пятая дама обрадуется новым духам или какой-нибудь косметике. Чуть большее количество мужчин планирует исполнить это желание. Не обходится и без доли романтики. Многие женщины мечтают о подарке впечатлений. Мужчинам стоит взять на заметку, что и кофе в постель уже порадует любимую. А вот у сильной половины человечества фантазия работает не так активно. Некоторые из них собираются просто подарить игрушки и какие-нибудь сувениры. Ювелирных украшений в подарок ждет более 8% дам. Но исполнить их мечту согласно даже чуть менее 3% мужчин. Несмотря на некоторые разногласия, о предпочтениях остается надеяться, что праздник пройдет тепло и все останутся довольны. Когда в городе появятся эвакуаторы и зачем МЧС подписала договор с епархией? Это и многое другое в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Дарья Векович продолжит наш эфир. Здравствуйте. Инвестбанк официально признан банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы. Стоимость имущества банка оценили в 18 миллиардов рублей, а его задолженность перед гражданами почти в 40. Кстати, в ходе финансового анализа специалисты заметили признаки преднамеренного банкротства. В ближайшее время калининградские власти проведут очередное заседание по подготовке мер помощи вкладчикам. Чтобы найти себе разрешенные места для парковки около работы и дома, у калининградцев осталось чуть менее двух недель. В середине этого месяца в городе должны заработать эвакуаторы. По сообщениям властей, компания уже выбрана, а тарифы подсчитаны. Отметим закон об эвакуаторах. Областная дума приняла еще 28 февраля прошлого года. О чрезвычайных ситуациях калининградцев оповестит церковный набат. В области решили возродить старую русскую традицию. Теперь при получении информации о происшествии дежурный свяжется с храмами. Их 10-минутный перезвон должен стать сигналом. Включить телевизор или радио, чтобы прослушать новости и действовать согласно указаниям. Соглашение между МЧС и епархией уже подписано. Калининградца могут запретить устанавливать на своих домах спутниковые тарелки и кондиционеры. Власти разработали проект об охраняемых зонах. В него попали около 150 исторических зданий, парков, памятников, братских могил и других объектов культурного наследия. Рядом с ними нельзя будет устанавливать баннеры и рекламные растяжки. Строить магазины, небоскребы и дома в другом архитектурном стиле. Все как в Европе. Калининградцев приучат убирать за своими собаками. На верхнем озере появятся стойки со специальными мешочками. Власти уже закупили более миллиона штук. Взять их можно будет бесплатно. В результате гора должен стать намного чище, а жители ответственнее. Подобный опыт успешно реализуется в Вольштине с начала этого года. Когда именно стойки заработают, у нас пока не сообщается. Курсы валют на 6 марта. Доллар США 36,08 руб. Это были все новости короткой строкой. Увидимся в следующем выпуске новостей. Не зрительный обман, а настоящая весна с колокольчиками, подснежниками и даже экзотической дафной пришла в Калининград. Жители города смогут вдохнуть весенний аромат и растений совсем скоро. А вот сотрудники ботанического сада уже наслаждаются великолепием природы. Там раньше времени зацвели экзотические растения. Наш корреспондент Анастасия Орехова узнала, почему вместо букетов сотрудники ботсада просят дарить им семена растений и в какие дни стоит приходить к ним в гости. Рабочий процесс в ботаническом саду идет полным ходом. С приходом тепла и солнца работы у сотрудников не меньше, чем у дачников. Посадка, поливка, прополка и все это руками нескольких женщин. Сейчас часть растений уже зацвела. За другой идет тщательный уход, чтобы в апреле встретить жителей города по-настоящему яркой флорой. На полянах распустились подснежники, крокусы, весенник и не только. Одновременно с подснежниками начинает свисти кустарник в наших лесах. И это самое ядовитое растение наших лесов. Красота, как вы видите, обманчива. Все части растения его ядовиты. Называется это волчий лык или дафна. Оказывается, что розовые цветки на кустарнике своего рода знак начала весны. И пример другим растениям, что пора распускаться. Вслед за волчьим лыком в лесах начинают свисти и плодовые деревья. Просыпается природа. И вот видите, у кизила раскрывается цветочная почка. Потом будет цветочек, потом прилетит пчелка. А осенью мы соберем очень вкусные ягоды и будем варить варенье. Правда, для сотрудников ботанического сада самое ценное вовсе не варенье, а семена ягод. Их высаживают в теплице и ждут нового урожая. С наступлением весны все посетители смогут купить саженцы садовых и декоративных растений. Сейчас ботанический сад больше напоминает выставку именных табличек. Но совсем скоро здесь зацветут тюльпаны и нарциссы. Для всех посетителей ботанический сад будет работать с 1 апреля. Анастасия Орехова, Георгий Моторин, Служба новостей город. Что запостили, лайкнули и твитнули калининградские пользователи в своих аккаунтах сегодня? Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике «Социальные сети». «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Уже известные на весь Калининград активисты движения СтопХама провели очередной рейд по улицам города. На этот раз фирменные круглые наклейки на своем лобовом стекле получили нарушители с Гвардейского проспекта и улиц Озерова и Горького. Судя по реакции прохожих и проезжающих мимо водителей, калининградцам такая инициатива по душе. Надежда России, потенциальная медалистка Паралимпийских игр, калининградская горнолыжница Инга Медведева, одной из первых, прилетела в Сочи. Свою фотографию на фоне Олимпийской деревни спортсменка выложила в Инстаграме. Из огня до вполымя. С приходом весны в Калининграде активизировались любители жечь траву. Пользователи предупреждают друг друга о возможных опасностях. Во многих районах почти на поверхности лежат неразминированные еще со времен Великой Отечественной войны боеприпасы. Блины с никотиновой начинкой. Калининградке Евгении в одном из известных магазинов попалось лакомство с окурком от сигареты. Пользователи поделились своими продовольственными историями и посоветовали девушке немедленно обращаться в службу защиты прав потребителей. И завершает наш выпуск традиционный прогноз погоды. Сегодня с ним вас познакомит Ольга Миланович. Ольга, здравствуйте! Всем здравствуйте! Ну а по народному календарю завтра, 6 марта, день Тимофея Весновея. Традиционно считалось, что именно в этот день зима отступает. Особое внимание в этот день уделяли погоде. Считалось, если в этот день грянет гром, значит лето будет жарким. По прогнозам интернет-СМИ завтра днем в Калининграде будет пасмурно. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха при этом составит плюс 5 градусов. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. Ночью пасмурная погода также сохранится, однако складок термометра опустится до отметки плюс 3 градуса. Благодарю за внимание. И это все новости города на сегодня. Если вы стали свидетелем уникального события или сняли его на свой сотовый или любительскую видеокамеру, звоните в нашу редакцию по телефону 555-085. В студии с вами была Катерина Горюшинская. Всего вам доброго и до встречи. Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтан». Субтитры создавал DimaTorzok